Это «Андахтен», то есть мы должны вспомнить, подумать о том, что произошло когда-то, много лет, очень много лет назад, более двух тысяч, о том, что родился Иисус, и о Его жизни, о том, что Он сделал правильно. И вот сегодня карфрайток, то есть день, когда Его уже предали и вели на крест, соответственно, вот, а это не для того, чтобы собираться компаниями и веселиться день, правильно, Пасха? Ну, это, конечно, тоже хорошо, было бы. Мы лично не были с Юлей в магазине уже с 23 марта, так, тоже хотим сидеть дома. На прогулки, конечно, по-прежнему ходим, но на прогулках можно же совсем ничего не трогать, кроме там двери подъезда туда-сюда, когда зашел-вышел, правильно, и потом помыть руки. Вот, еще у нас такая новость между, ну, нас касающаяся, но она касается всех, кто заказал Райзе, путешествие на лето. Мы бронировали путешествие в Венецию на лето. Нам так понравилось в сентябре 19-го года в Венеции, что мы захотели увидеть ее еще более подробно, ведь мы провели в Венеции всего-то ничего почти. У нас было двое суток там в Италии, и одни мы провели конкретно в Венеции. Вот, и мы захотели поехать туда снова, и у нас должно было 5 июля начаться путешествие, которое мы забронировали. Так вот, фирма написала нам, что наши Райзы шторнирт во всем пунктам, то есть наше путешествие отменяется. Мы вносили предоплату 125 евро, они пишут счет, что мы, да, это сделали, но получим мы эти деньги, и как мы получим их пока, об этом ничего нет. Ну, возможно, все-таки потом получим, но может быть это будет не скоро, потому что сейчас все эти фирмы переживают очень трудные времена. Никто не путешествует, приходится все отменять, все хотят свои деньги назад вернуть, и банкротство, конечно, многим грозит. Поэтому не знаем, как уже эти 125 евро, но надеемся вернуть их. Да, вот такие у нас новости. Ну, насчет школы пока ничего неизвестно, когда она начнется, так что нового ничего не могу тут рассказывать. Готовимся мы к Пасхе. Завтра, в субботний день, мы собираемся заниматься тем, что будем печь. Мы печем пасхальные фигуры, овечку и зайчика. На прошлую Пасху мы тоже это делали. Получилось и вкусно, и интересно. Вот. А еще мы будем красить яйца уже разными способами. У нас уже тоже мы к этому подготовились давно. Так, чтобы это было занятием еще для нас домашним таким. Ну, и еще мы получаем от нашей церкви письма тоже. И вот сейчас, когда служб нету, то мы уже получили письмо от них. И празднуем, соответственно, то есть сначала мы подумали вчера, и послушали песни, и попели, и почитали молитвы совместные во время ужина, вспоминая о тайной вечере Иисуса. Ну, сегодня тоже будут соответствующие мероприятия и все эти дни. То есть мы празднуем Пасху, конечно. Вот такие у нас вот, например, керамические кролики. Вот этот вот куплен на рынке искусства, на Кунстмаркт. Вот. Это уже такая работа именно мастера, хандверкера. А вот это из магазина обычного. Тоже керамический, пасхальный. Желаю вам прекрасной Пасхи. Отлично провести ее с хорошей погодой, с хорошим настроением дома, со своей самой близкой семьей. А даже если и в одиночестве, то тоже можно радоваться этому прекрасному весеннему празднику. И желаю вам всего, в общем-то, самого хорошего. Светлой Пасхи. Чес. Чес.